Доказательству и будет посвящена сегодняшняя лекция. Вот это было очень легко. Любое число или равно единице, или простое, или является предельным. Это мы сделали буквально за минуту, да? Дальше у нас было неправильное доказательство. Я его три раза рассказал, и все три раза вы говорили, что оно правильное. Сейчас я выдал секрет. Проблема в том, что не было доказано вот это вот утверждение. Так вот, Евклид, Гаусс и Цармела доказывают это утверждение принципиально разными способами. Ну, вернее, Гаусс и Цармела достаточно похожи, но сначала мы рады. Вы говорили, что нам в школе объясняли именно вот эту емку, которую сырали. Я думаю, что никак не объясняли. И вот, нет, нам как раз и не сняли. Как раз то, что вы рассказали, что разложить каждую емку. Да, да, да. Только нам рассказали это без слов. Нет, вам это рассказано без слов. Вам не так понятно и без единственных слов. Нет, получилось. Если вы сумели разложить одним образом и другим, это не может быть так понятно. Дело в том, что по большому счету основная теорема Эфи и Лену-2 – это одно и то же крышки. Поэтому, если вы уже доказали эту теорему, то вы легко доказываете эту. И наоборот, если вы сумели доказать это, то, в общем-то, да. Кстати, ровно таким образом, как у меня было в неправильном доказательстве, получается основная теория логики. То доказательство не является неправильным. Это просто начало правильного доказательства. И, кстати, это начало, по большому счету, опять же, вещественное. Ну, потом увидим. Потом увидим. Значит, ребята, давайте, чтобы двигаться дальше, сделаем следующее. Пожалуйста, спешите себе эту самую Лену-2. Если произведение делится на простой из слов В, то хотя бы один из множителей делится на В. И сейчас я расскажу, как эту Лену доказывал Гаусс. Повторяю, 11701. Доказательство очень красивое. Оно, может быть, по-разному рассказано. Давайте я сделаю так. Правда, мне сначала нужно объяснить, что такое деление состава. Это все знают? Да. Что такое разделить одно число на другой состав? Да. Поднимите, кто знает? Отлично. Отлично. Давайте я запишу. Разделить целое число А. Разделить целое число А. На натуральное число В с остатком. Это значит... Найти такие числа. Что? Найти такие числа. Совершенно верно. Найти такое число, которое называется неполное частное. Неполное частное. И такое число Р, которое называется остаток, что выполняются следующие условия. А, это есть В, У, плюс Ф. И Ф больше 1. Совершенно верно. И число Р от нуля до В. Нулёк может быть, а вот равняться В не может. На картинке это выглядит следующим образом. Давайте представим себе, что у нас есть числа В, 2В, 3В и так далее. Посмотрим, где расположено число А. Ну вот, например, здесь вот оно расположено. Тогда мы говорим, что вот это вот это F, это состояние. А, соответственно, вот это число, это как раз У. То есть, мы идём из нуля шагами величины В. Это если А положительное. Если А отрицательное, то, соответственно, у нас там где-то есть минус В, минус 2В и так далее. И вся числовая прямая разбивается на отрезки длины В. Где-то на одном из этих отрезков обязательно будет число А. Если оно совпадёт, значит, делится на целое R равно 0. Если число А будет строго между этими числями, значит, R придёт положительным числом. Так. Чтобы деление состава, понятно? Понятно. Спасибо.